Ветеранам Великой Отечественной войны особое внимание. О состоянии их здоровья участковые врачи справляются постоянно и немедленно реагируют, если нужна помощь. Профилактические осмотры проводят регулярно, даже в канун праздника. Сегодня вместе с доктором ветерана Петра Сафронова навестила на дому и наша съемочная группа. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. К ветерану войны Петру Сафронову медперсонал 2-й городской больницы приходят каждый месяц. Проверяют давление, измеряют импульс. В свои 93 года Петр Иванович выглядит отлично. И память его не подводит. Великую Отечественную помнит до сих пор с того момента, как 18-летнему шел на фронт. Петр Сафронов освобождал Украину, Белоруссию, Польшу. Был ранен. Ну вот, войну закончил в Бережине. У стены и слага. Командиром минометного взвода. Демобилизовался и вернулся домой он лишь в 1947 году. Тогда же и познакомился с будущей женой Евдокией Лариной и устроился на работу. Петр Иванович и Евдокия Павловна вместе уже 72 года. Вместе и приходили на празднование Дня Победы у себя в родном Порецком. Петр Сафронов часто выступал там, перед односельчанами. В Чубоксары приехали 7 лет назад и теперь живут по соседству с сыном. Сейчас на праздновании 9 мая семью Сафроновых уже не встретишь. Признаются, стало сложно выходить. Хотя Петр Иванович чувствует себя хорошо. Все благодаря заботам жены Евдокии Павловны. Именно она в их семье отвечает за прием лекарств, назначенных участковым врачом. Сейчас я ему даю в 7 часов вечера лекарства, которые Ирина Владимировна приписала. На тетрадке все записано, по рецепту. Потом она объясняет нам все. Вот уже восьмой год за состоянием здоровья семьи Сафроновых следит Ирина Рахмина. И хотя у нее изменился участок, по-прежнему заходит по знакомому адресу. Он наблюдается на дому, ежемесячно проводятся медсестринские патронажи. Берем анализы, контролируем его состояние, состояние здоровья, давление. Среди 50 тысяч пациентов второй городской больницы лишь 23 ветерана. И, конечно, им необходимо особое внимание. Каждого из них наши доктора знают лично. Все медицинские работники с особым вниманием относятся к этой категории граждан. Ордена Красной Звезды, Отечественной войны, боевые и трудовые медали. Наша съемочная группа насчитала у Петра Сафронова 32 знака отличия. Нам есть кого чтить, кому быть благодарными и кем восхищаться. Юлия Важенина, Бахтияр Велеев, Республика.